Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Малообеспеченные и многодетные семьи получат финансовую помощь из фонда «Всеобуч». Минпросвещение внесло изменения в правила. В среднем по 37 тысяч тенге на каждого ребенка перечислят на счет родителей, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и констовары. Такую поддержку в стране получат более 400 тысяч детей. Напомню, ранее родители были недовольны отсутствием выбора. Вместо наличных они получали форму и констовары, которые не всегда отвечали по качеству. А в магазинах одежды, куда их направлял Акимат, не было нужных размеров. Студентам увеличат стипендию в два раза, магистрантам-докторантам в полтора раза. Об этом сообщил министр науки и высшего образования на заседании правительства. Саисат Нурбек отметил, произойдет это к 2025 году. Кроме того, по поручению президента в этом году увеличили количество грантов с 65 тысяч до почти 90 тысяч. Он рассказал, что 16 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг университетов QS и что ведущие университеты страны трансформируют в исследовательские. В ближайшее время новый статус получат Евразийский национальный университет имени Гумилева и Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова. Министр пообещал, что к 2025 в Казахстане будут функционировать филиалы пяти ведущих зарубежных вузов. В свою очередь глава Кабмина поручил проработать вопросы создания центров академического превосходства на базе ведущих региональных университетов. Показатели по сокращению количества аварийных и трехсменных школ в стране не достигнуты. Проблема актуальна для столицы Алматы, Карагандинской и Казалардинской областей, также для западных регионов страны. Об этом сообщил сегодня министр просвещения Асхата и Магомбетов на заседании правительства. На начало этого года в стране насчитывалось 136 трехсменных школ, 31 аварийная. В этом году запланировали построить 225 школ. Планы реализованы только на треть. По словам министра, в этом году также заработают более 300 новых детских садов. Для повышения качества услуг Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения до 1 ноября проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций. В Костанайской области расширили территорию поиска пропавшие пятилетние девочки. По последним данным волонтеры обнаружили початок кукурузы со следами детских зубов. Его отправили на экспертизу. Сейчас территория поля площадью 100 гектаров отцеплена. В поисках задействованы два вертолета и самолет Ан-2. Прочесывать участок помогают неравнодушные жители. Напомню, утром 7 августа пятилетняя Мадина Ерлан-Хазе вылезла из окна своего дома и убежала. Последний раз ребенка видели на кукурузном поле в 9 километрах от дома. Во время январских событий в Талдыкургане 23 задержанных пытали раскаленным утюгом. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. Правоохранители органы завершили следственные действия по данным фактам. В применении пыток подозревают 5 сотрудников полиции. Дело направлено в суд. В октябре 16-летнюю школьницу осудили на 9 лет лишения свободы за убийство матери. Ее молодого человека суд приговорил к 15 годам колонии. Согласно материалам дела, между 18-летним парнем и матерью девушки произошел конфликт, который перерос в драку. У женщины в руке был нож. В какой-то момент молодой человек выхватил его и ударил им женщину в грудь. Затем девушка также нанесла матери несколько ударов ножом. Тело они вынесли на балкон и только спустя 5 дней они вызвали полицию. Подсудимый Кульжан частично признал вину, но просил вынести оправдательный приговор. Подсудимая Сарина признала вину полностью. Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. И Кульжан назначен на 15 лет несовершеннолетней Сариной 9 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу. Больше 2 миллиардов тенге незаконно заработал Казлардинский КАС «Трансгаз Аймак». Компания необоснованно завышала тариф на газ. Население региона платило почти в два раза больше. В агентстве по финмониторингу начали досудебное расследование, а местный антимонопольный департамент снизил тарифы на голубое топливо. С 1 августа жители области будут платить по новому тарифу. В Павлодарской области сотрудников фирмы осудили за незаконную реализацию топлива. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. По их данным, частная компания приобрела у 15 оптовых поставщиков около 3,5 тысяч тонн бензина и также больше 2 тысяч тонн дистоплива, которые в последующем реализовали без документов. Прибыль составила миллиард тенге. Суд признал виновным и приговорил Шугатаева Жанайдара Сериковича к 6 годам лишения свободы с конфискацией денежных средств. Унгифук Сергея Геннадьевича к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. А Шамиева Ержана Хайрулаевича к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией трех автотранспортных средств и трех полуприцепов. В столице в преддверии съезда лидеров мировых и традиционных религий стартовала спецоперация участок. В течение месяца полицейские, сотрудники Комитета нацбезопасности и службы госохраны будут проводить рейды. Правоохранители просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к необходимым мерам безопасности. Напомню, седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в столице Казахстана с 13 по 15 сентября. Нашу страну с госвизитом посетит Папа Римский Франциск. Это будет проверка подучетного элемента нашего ранее судимых, вот этих раньше наших алкоголиков, наркоманов, семейных дебоширов, сдача квартиры в наем без уведомлений, которые налоговых органов не состоят на учетах. Проверка владельцев оружия, как они в связи с новыми, как они соблюдают хранение оружия. К событиям в мире. По последним данным от наводнения, в центральной части Южной Кореи погибли 8 человек, 5 пропали без вести. Вода повредила около 800 зданий в столице и в близлежащих городах. Президент страны Юн Сон Ёль посетил один из пострадавших районов Сеула и встретился с местными жителями. Напомню, обильные дожди вызвали масштабное затопление в Южной Корее. Объявлен красный уровень опасности. Свыше 700 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Власти предупредили о возможных оползнях в 50 городах. Вследствие чего около 160 пешеходных маршрутов в горной местности были закрыты. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни дожди не прекратятся. В Западной Сибири продолжают бушевать лесные пожары. Огонь охватил около 20 тысяч гектаров земли в Югре. На борьбу с пламенем направлены самолеты Ил-76 и Бе-200. Они уже произвели 35 сбросов воды. Общим весом более 500 тонн. МЧС России заявила, что круглосуточно следит за ситуацией с помощью спутника. Данные также поступают от воздушных патрулей. В ЕС начал действовать план по сокращению потребления газа. Члены Союза добровольно согласились уменьшить использование голубого топлива на 15% до марта следующего года. Цель – обезопасить себя в случае прекращения поставок газа из России. В Европейской комиссии посчитали, что план позволит сэкономить до 45 миллиардов кубометров топлива. В противном случае в ЕС могут ввести обязательные целевые показатели на сокращение потребления топлива. Но для этого свое согласие должны дать не менее 15 стран-участниц. Пфайзер приступил к клиническим испытаниям вакцины против болезни Лайма. На сегодня VLA-15 – первый и единственный препарат за 20 лет в США против клещевого боррелиоза. Эта опасная инфекция распространяется по всему телу, вызывает осложнения сердечной и нервной системы. В компании объявили о наборе тысяч добровольцев старше 5 лет для клинических испытаний. Потребность вакцинации растет. В США ежегодно от болезни Лайма лечится около половины миллиона человек. В Европе почти 130 тысяч. Распространение инфекции усугубляет изменение климата. Из-за аномальной жары по всему миру клещи расширяют среду обитания. Мы очень рады началу третьей фазы исследования нашей вакцины VLA-15. Она предназначена для борьбы с инфекцией Лайма, которая вызывается шестью наиболее распространенными видами бактерий. Сейчас мы наблюдаем изменение климата, поэтому, думаю, потребность в вакцине вырастет. Период летних каникул и отпусков вызвал новый виток вспышки коронавируса в Китае. На этот раз в эпицентре оказался курортный остров Хайнань. Из-за инфекции десятки тысяч туристов не могут покинуть провинцию. Буквально за неделю число зараженных в провинции Хайнань приблизилось к двум тысячам человек. Основной виновник под видом микрона PA-513. Причем провинция стала первым местом обнаружения этого варианта в Китае. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в курортной Санье. Власти решили не ждать дальнейшего ухудшения ситуации и закрыли город на карантин. Деловая жизнь и транспортное сообщение в этом населенном пункте приостановились. Вроде меры привычные для вспышки в Китае, но там остались еще десятки тысяч туристов, приехавших в надежде на отдых у моря. Часть из них пыталась улететь, но рейсы отменили. Мы требуем, чтобы гостиницы не повышали цены на проживание, не делали этого какими-то скрытыми способами, а также не отклоняли просьбу туристов продлить свое пребывание. Они также должны предоставить 50-процентную скидку на основе цены, объявленной до локдауна, когда турист въехал в номер. Успокаивает то, что власти обещали после недельной оценки состояния здоровья отправить туристов домой. Пока же они отдыхают, не покидая территорию отеля. Для обуздания вспышки в провинцию со всей страны съехались больше 8 тысяч медиков. Они будут помогать лечить людей и делать им ПЦР, чтобы не допустить скопления отдыхающих в очередях. Сейчас в городе действует 12 учреждений, имеющих квалификацию для проведения ПЦР-тестирования, а также 10 мобильных лабораторий. Мы открыли два дополнительных пункта в городе. При этом наши возможности по тестированию увеличатся до 410 тысяч пробирок в день. Некоторые люди задаются вопросом, почему именно во время зимних и летних каникул зачастую происходят вспышки коронавируса. Однако в такой ситуации сейчас не только Хайнань, но больше 10 регионов Китая. Вспышка охватила также западные автономные районы Синьцзян и Тибет. В последнем, кстати, не было случаев заражения больше 900 дней подряд. Патогост Саргабаева, Владимир Грабарь, Хабар-24, из Китая. Определить уровень глюкозы в крови без прокола кожи. Прибор создали студенты Американского университета в Каире. Устройство работает с помощью спектроскопии. Полученные данные отображаются в мобильном приложении. Глюкометр оснащен искусственным интеллектом. Прототип уже занял первое место в международном конкурсе. Перед выпуском продукта на рынок разработчики намерены его протестировать. В будущем продукт сможет заменить инвазивные методы диагностики для страдающих диабетом людей. К новостям в Казахстане. В Симе состояние подвесного моста изучают специалисты из Японии. Переправу, которую японская компания построила в 2000 году, уже несколько лет находится в плачевном состоянии. Несмотря на проводимый ежегодный ремонт, асфальт на мосту практически не держится. Особого внимания требуют основные опоры сооружения. Инженеры сейчас изучают прочность главного кабеля, соединяющего 90-метровые пилоны. По итогам обследования будет выдано заключение, а уже после разработана проектно-сметная документация. Отмечу, за 22 года на переправе ни разу не проводили полноценной реконструкции. Для изучения взяты образцы кабелей, которые будут отправлены в лабораторию на анализ. Главный кабель – это одна из основных несущих конструкций моста. И здесь каждая маленькая секция несет все нагрузки. Есть, конечно, вещи, которые нуждаются в ремонте, в частности, асфальтовое покрытие. Жители Макмолинской и Восточно-Казахстанской областей рассказали о программе повышения доходов и проекте «Аул Аманат». Разъяснительную работу сведут члены партии «Аманат». В рамках информационного марафона они уже побывали в 8 областях и сотнях сельских округов, чтобы подсказать готовые направления для стартапов. Напомню, не так давно в стране стартовала новая программа по повышению доходов населения. Теперь жители сел могут претендовать на получение льготных займов под 2,5% годовых и рассчитывать на помощь при создании кооперативов и оформлении техники в лизинг. Каждый регион страны имеет свою специфику и возможности. Например, у кого-то из вас уже есть земля, у кого-то техника, а у кого-то домашнее хозяйство. В рамках данного проекта мы намерены выявить потенциал всех сел и научить вас в дальнейшем открывать бизнес в готовом направлении. Это важный шаг в развитии сельских населенных пунктов. Надеемся на развитие нашего села. Молодежь у нас очень такая активная, очень умная молодежь такая. Мы надеемся, что наше село поднимется, в общем-то, как сказать, более будет развито продуктивно, более будет продукции много. Ну и надеемся все-таки на программы государства, на поддержку населения. В семье хотят возродить легендарный футбольный клуб Елемай. Помощь в этом окажет общественный фонд, который был создан известными футболистами и меценатами. На презентации, которая прошла в формате Open Air, представили эмблему и форму будущей команды. Кто войдет в ее состав, будет известно после формирования штаба. Возродить клуб в прошлом победители от трех чемпионатов Казахстана пытались еще в прошлом году. Но процесс двинулся с места только после обретения городом статуса областного центра. Клуб участвовать сможет только на следующий год. Ставка будет делаться на местных футболистов. Но все-таки, если клуб будет не есть, а клуб будет решать самые серьезные задачи. Поэтому без приезжих, без, например, легионеров здесь по-любому не обойтись. Потому что нужны, если высокие задачи стоят, нужны люди те, которые что-то выигрывали, которые у них есть какой-то определенный опыт. Это родина казахстанцев футбола. И то, что футбол должен здесь быть, и то, что он будет, я могу с уверенностью сказать. Потому что люди этого ждут, люди этого хотят. И, конечно, в свойствии мы поддержим. Со следующего понедельника казахстанцы смогут вылететь на Алаколь из аэропорта Ушарал. В комитете гражданской авиации сообщили, что аэропорт готов к работе. Специалисты завершили работы по расширению рулежной дорожки. А сам объект прошел сертификацию после ремонта взлетно-посадочной полосы. Отечественные авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидированным направлениям Ушарал-Алматы, Ушарал-Нур-Султан. Стоимость билетов от 15 тысяч тенге. Летом самолеты на Алаколь будут летать 14 раз в неделю по каждому направлению, а в остальное время 7 раз. Кроме того, с четверга запустят рейсы по маршруту Ушарал-Палдыкурган. Билеты будут стоить от 8 тысяч тенге. Напоминаем, что курение употреблений сверстных напиток на баку. В Атраусской области начался сезон цветения лотоса. Плантация этого растения расположена на реке Кигашора в Курмангазинском районе. Ее площадь составляет более 5 тысяч гектаров. Полюбоваться цветением можно в ближайшие две недели. Лотос – это краснокнижное растение, которое цветет с середины июля до последней недели августа. Число желающих посетить долину растет из года в год. Туристические компании предоставляют услуги гидов, чтобы избежать неорганизованных выездов. В будущем местные власти планируют увеличить поток туристов за счет выделения земельных участков под строительство туристических зон. Отмечу, Курмангазинский район – это единственное место в Казахстане, где массово распускается священный цветок Востока. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok